Всем привет! Сразу хочу вам пожаловаться, что-то в последнее время мне очень не везет с тональными основами. В прошлом видео мы с вами обозревали тон, который по сей день гордо носит звание самого худшего тона 2019 года. Ну, по моему мнению, конечно же. И сегодня мы будем обозревать не такой ужасный, но в то же время, знаете, это такой вот бунтарский дух, который хочет дружить с плохишами по типу клиник, нежели с хорошими ребятами. Короче, сегодня в нашей программе итальянец, и это новая тональная основа от Calistar, которая называется Deep Moisturizing Foundation, то есть глубоко увлажняющая тональная основа. Кстати говоря, это было первое мое знакомство с Calistar, и что-то у нас первый блин комом как-то. Ну ладно, я пока крест на этом бренде в любом случае делать не буду, вы обязательно пишите в комментариях, что вы любите от этого бренда, что вам нравится, почему вам это нравится и какой у вас тип кожи. А мы давайте тем временем перейдем к обзору. Давайте сначала на нее посмотрим чисто внешне. Упаковка, кстати, как мне кажется, внешняя достаточно симпатичная, хотя это обычная картонка, но вот дизайн очень симпатичный, причем здесь несколько таких рифленых тоже элементов есть, она не просто глянцевая, и вот это золотистое тиснение тоже красиво, на мой взгляд, выглядит. Что же касается самого тюбика, то на этом люкс заканчивается, потому что, ну, тюбик абсолютно обычный, пластиковый. И что касается фактов по поводу этой тональной основы, то сделана она в Италии, срок годности у нее 30... Нет, нет, это 30 миллилитров, срок годности у нее 12 месяцев после начала использования, и я себе взяла оттенок номер 1 Аворио. Это самый светлый оттенок, который продавался в Натино. Я посмотрела на официальном сайте, у них есть еще оттенок 0, и вот оттенки, блин, сразу вот мне хочется об этом сказать, оттенки ужасные просто в этой линейке, потому что вот если посмотреть на официальный сайт, у них идет 0, который выглядит просто белым, а дальше следующий оттенок уже такой супер-оранжевый, то есть скачок между супер-светлым и уже достаточно таким смуглым, ну, мне кажется, огромный просто. Вот эта единичка очень темная, и вот это моя, наверное, главная претензия к этому тону, потому что, ну, может быть, для итальянской единички это как бы норм, но I'm sorry, для наших людей это слишком темная тональная основа, причем она еще немножко, когда усаживается, она то ли окисляется, то ли просто усаживается более темным пигментом, короче говоря, для того, чтобы у меня не было вот такой вот полосы нанесения тона, мне нужно ее спускать вот так вот везде, растушевывать, а потом дополнять бронзером для того, чтобы это выглядело естественно. Вот, даже сейчас буквально несколько секунд прошло, и она уже, когда подсыхает, начинает темнеть. Это не окисление, скорее всего, потому что окисление проявляет себя на более продолжительном отрезке времени, и в этом участвует ваш pH-баланс кожи плюс кислород. Поэтому вот когда происходит настолько быстрое изменение цвета, это скорее говорит о том, что какая-то часть состава выветривается, остается пигмент, который при подсыхании немножко темнеет. Что же нам стоит ждать от этой тональной основы? Il Perfetto Alietto Perlato Beauty Routine Hidratante. Я не знаю итальянского, и, скорее всего, я только что какую-то чушь прочитала, все неправильно. Лучше просто зайду на официальный сайт и вам приблизительно расскажу, что это такое. Вообще, они описывают эту тональную основу как идеальную увлажняющую тональную основу, которая набита просто и увлажняющими компонентами, и антиоксидантами активными причем, которые ухаживают за вашей кожей. При этом у них специальная формула, которая состоит из воды и масел, и таким образом как бы это еще дополнительное питание для вашей кожи дает. Также они обещают нам эффект свечения, потому что тут микронизированные пигменты, которые бликуют светом, отражают этот цвет от вашего лица, но, соответственно, вы выглядите и моложе, и здоровее, и вообще просто краше. Бла-бла-бла, и увлажнение они обещают на протяжении 24 часов. Кстати, здесь тоже SPF хороший, потому что здесь идет защита и от UVA, и от UVB лучей. UVA это те, от которых мы стареем, а UVB это те, от которых мы сгораем. В очередной раз мне хочется просто сказать браво маркетологам, потому что вот расписывают всегда настолько красиво, что тебе каждый раз кажется, что это что-то революционное, и тебе это срочно надо. Давайте теперь разбираться, что же это по факту. Как видите, тон очень плотный. Это консистенция такого настоящего хорошего питательного крема. Насчет оттенка я вас предупредила. Хоть я и взяла единичку, но, в общем-то, единичка не сильно тоже светлая, поэтому мне придется и мало использовать, и очень хорошо растушевывать. Тон достаточно плотный по своей консистенции, то есть это не что-то такое, что прям легко распределяется, сразу тает в коже, то есть это действительно такой вот, знаете, как плотный крем, я имею в виду уход сейчас именно. Что меня каждый раз просто поражает в этом тоне, это то, что он непредсказуемо ложится на кожу. Иногда бывает, что он ложится просто идеально, вот сейчас, да и вообще, в принципе, на зону щек, я считаю, он ложится очень красиво. Но на нос и зачастую на лоб он у меня ложится отвратительно. Я не знаю, почему, чем эта кожа отличается от другой. Ну ладно, с носом я еще могу понять, потому что нос, ну у меня, по крайней мере, более пористый, и как бы там более такие широкие поры. Ну как бы окей, понятно, почему он там может выглядеть немножко хуже. Но лоб, мне кажется, у меня от щеки не особо отличается, но, тем не менее, на лбу тоже вот как-то, как бы это объяснить. Знаете, как будто хлопьями немножко я его вижу, то есть с каких-то участков он как будто срывается и туда вообще не наносится, то есть я пытаюсь, ну давай, давай, вот сюда, вот сюда, пожалуйста. Но у меня все равно остается здесь голая кожа, какое-то как пятно, проплешина, грубо говоря. Ну и вот, как я вам обещала, сравните буквально через 5 минут. Вот сейчас уже большая разница, и процесс еще не окончен, то есть если я сейчас ничего не нанесу на шею, то будет еще немножко большая разница между оттенком лица и шеи. И давайте сейчас сразу, еще до того, как я что-либо еще нанесу на лицо, я вам покажу отдельные участки своей кожи, то есть как выглядит на голой коже, где-нибудь на щеке, к примеру, эта тональная основа, как она выглядит на носу, какими хлопьями она лежит, надеюсь, камера сможет это передать, и как она выглядит, например, тоже на лбу, потому что на лбу тоже, мне кажется, не очень красиво. И, кстати, если она чуть-чуть попадает в бровь, потом из бровей тоже вычесать ее сложно. Она там вообще как-то на ПМЖ поселяется, ее просто силой нужно оттуда выгонять. Так, что еще я могу добавить по поводу этого тона? Покрытие у него среднее, перекрывает, в принципе, ну, 50 на 50, скажем так. Серьезные проблемы не перекроет, плюс из-за того, что если оттенок будет для вас темноват, он может цепляться опять-таки пятнами, то есть на каких-то участках лица вы можете заметить, что, ну, какие-то более оранжевые участки у вас. Пигментные пятна, акне, шрамы, естественно, это все не перекрывается, но в то же время хорошо перекрываются какие-то мелкие недостатки, ну и, естественно, выравнивается общий тон лица. Она тоже по текстуре своей достаточно плотновата, я ее вижу, это не та тональная основа, которая вот исчезает просто с вашего лица, создавая эффект второй кожи, но в то же время нужно отдать ей должное, действительно, по ощущениям приятное, то есть на протяжении всего дня не создается ощущение, что кожа сухая или на вас лежит какая-то неприятная текстура, какая-то плотная, ее хочется смыть, вот такого ощущения нет. Вот эту вот ситуацию я люблю исправлять сверху консилером, очень неплохо сверху работает, кстати, консилер от Estee Lauder Double Wear, сегодня, скорее всего, тоже нанесу, потому что мне потом еще идти кое-куда надо, и что-то я так не совсем впечатлена тем, как выглядит мой тон. А, и еще забыла вам сказать, что состав здесь неплохой, то есть здесь нет вот этого главного списка, к которому все, и я в том числе, придираются, то есть ни парабенов, ни фталатов, ни спирта, ничего такого, что сейчас как бы совсем плохую репутацию имеет в бьюти-индустрии, то есть вполне такой обычный химический состав, и ничего плохого, и в то же время ничего сверххорошего, опять-таки все эти увлажняющие компоненты и прочие плюшки, они находятся после феноксиэтанола, это консервант, а феноксиэтанол разрешен в косметике в использовании до 1%, поэтому все ингредиенты, которые идут после него, уже идут в концентрации меньше даже 1%, поэтому, ну, выводы делайте сами. А сейчас давайте мы с вами прервемся, я полностью закончу макияж, и вернусь к вам для того, чтобы подвести финальные итоги, и также посоветовать вам кое-какие аналоги. Ну что ж, как вы наверняка уже поняли, я не особо в восторге от этой тональной основы. Конечно, я еще далеко до уровня клиник, потому что клиник это прям отвратительный результат, это просто результат, ну, скажем такой, очень посредственный, где-то на 3-3 с минусом приблизительно. Основные претензии, которые у меня к ней есть, это первое, оттенки. Оттенки, мне кажется, нужно доработать, особенно для светлых тонов кожи, я не знаю, может быть, и для более темных тонов кожи, там какие-то есть проблемы, но для светлых однозначно нужно что-то создать такое промежуточное, не слишком молочное, и в то же время не слишком уже оранжевое, а где-то как раз посерединке. Также достаточно плотно она выглядит на лице, и в то же время мне не нравится, как она наносится на некоторые участки. К примеру, на носу выглядит вот действительно отвратительно, а сейчас я это все подправила еще консилером, как я и говорила, и также лоб слегка я подправила консилером. И это не мой самый любимый способ, потому что из-за этого наслоения все равно общий вид получается более плотным. Но в то же время, если бы я этого не сделала, то он бы был просто отвратительным. А что касается ее стойкости, то стойкость вот в принципе неплохая. Я могу твердую четверку здесь поставить. Достаточно нормально это все выглядит, если вы не подвергаетесь каким-то экстремальным условиям, я не знаю, не пошли в сауну, или не вышли в супер жару с этой тональной основой, а просто вот обычный такой типичный день, может быть там в офисе где-то на работе, или в институте. То есть обычный такой не сильно напряжный день, то она продержится достаточно неплохо. Из плюсов могу отметить только то, что ощущается на коже достаточно приятно, вернее я ее просто не ощущаю на коже, хотя внешне я вижу вот этот вот слой, то есть она, как я и сказала, не незаметная, но вот именно по ощущениям я не могу сказать, что на мне что-то нанесено. Очень все комфортно. А теперь самое интересное, то есть аналоги. У меня здесь вот такая вот целая жменья, я сейчас объясню, что к чему. Если вы хотите действительно супер увлажняющий тон, который вот действительно будет ощущаться, как будто вы просто уход увлажняющий нанесли, и на протяжении дня кожа тоже будет вот так вот и светиться, и отражать свет, и вот все, что нам обещает Калистар, то мне кажется, лучше, чем в YSL, туши Кла, All in One Glow, вы не найдете это 100%. Вот этот тон очень легкий и по своей текстуре, и ложится, и растушевывается, выглядит незаметно на лице, и у него консистенция такая, знаете, как гелевый увлажняющий крем, который наносишь, и он моментально впитывается и оставляет такое ощущение прохлады. Но у YSL достаточно легкое покрытие, оно ничего не перекрывает, только выравнивает общий тон лица. Если вам при этом нужно еще что-то перекрыть, то здесь, наверное, лучше взять PS лифтинг, или люксовый вариант, это Lamer Soft Fluid. Но мне кажется, по цене мы все-таки ближе к PS, чем к Lamer, потому что Lamer это уже супер дорого, но в то же время они вот похожи на то, чем является Калистар по факту, то есть такой плотный крем, перекрывающий, но в то же время вот эти выглядят классно на лице, в отличие от Калистар, и наносятся тоже беспроблемно, нет такого, чтобы где-то что-то цеплялось. Причем, кстати, я не сказала, у меня нет каких-то сухих участков на лице, когда там за какие-то шелушения что-то цепляется. Нет, это происходит в абсолютно рандомных, случайных местах. По факту, кстати, мне Калистар очень своей текстурой напомнил тоже арт-визаж устойчивый, но опять-таки, арт-визаж и наносится, и выглядит, и все с ним лучше, чем у Калистар. Поэтому, если вам нужен совсем бюджетный аналог, ну или чтобы вы как минимум представили текстуру Калистар, потому что вот этот тон, мне кажется, очень многие пробовали. Вот это тоже такой классический, именно тональный крем. Не флюид, не водичка, ничего такого, а именно крем. Вот Калистар тоже вот такой кремовый. Ну и, конечно, я как заезженная пластинка в очередной раз порекомендую Estee Lauder Double Wear Nude, потому что вот это, наверное, я считаю самая универсальная тональная основа для нормальной или склонной к сухости кожи. Опять-таки, она очень тонкая, практически ничего не перекрывает. Это то же самое, что вот это, только если вот это увлажняющее и даже такое, как липковатое на лице из-за этого, из-за того, что оно очень такое, как бы увлажняющее, и на протяжении дня тоже увлажняющее, то вот это скорее просто вторая кожа нанес, и все. У меня на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также сейчас можете посмотреть другие мои видео. А если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.